Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск сегодня» в студии работает Ларина Сухуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Мария Новгородова. На календаре сегодня 5 марта, пятница, и сегодня в течение 45 минут мы поговорим о конкурсе «Большие вызовы» и как принять в нём участие. Побываем в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина, а после немного покатаемся на лыжах вместе с прекрасными спортсменками, лыжницами, между прочим, врачами. Не забывайте, что мы работаем всегда только в прямом эфире, так что вы смело можете задавать нам вопросы. Телефон в студии 320066 и 321166. А также вы можете спрашивать нас по WhatsApp номер 8-964-428-8818. А я, между тем, спешу напомнить, что в эти дни в нашей республике стартует конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Конкурс этот всероссийский и проводится уже в четвёртый раз. Более подробно о том, какие работы можно подавать на это научное состязание, нам расскажет Александра Яковлева, проректор по научно-методической работе Малой Академии Наук нашей республики, организатор этого конкурса в Якутии, а также Николай Слепцов, ученик СУНЦ, СВФУ, участник профильной смены образовательного центра «Сириус». Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Александра Васильевна, скажите, как в этом году проходит региональный трек? Сколько участников нынче? Ну, в этом году, в связи с тем, что у нас достаточно необычная ситуация, да, сапиться встановкой по ковид, мы конкурс проводим в онлайн-режиме, значит, наши участники работают с тютерами, наставниками, да, в онлайн-режиме, защиты также будут проходить в онлайн-режиме. Но мы этот конкурс, да, приглашали детей, которые занимаются научно-исследовательской и инженерно-проектной деятельностью. Направления конкурса, они достаточно такие перспективные, в соответствии с так называемой научно-технологической инициативой, да, это агропромышленные биотехнологии, это большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, да, генетика, персонализированная медицина, ну, то есть те направления, которые, как сказать, да, сейчас отвечают понятию «большие вызовы». И, ну, считается, что работа по этим направлениям, да, улучшает качество жизни, они перспективные, и в целом, как бы, да, значит, ну, получается, да, на пике, так скажем, да, такой инновационной мысли в России. Я вот сказала, в эти дни, да, проходит. А вот в какие числа стартует и когда закончится региональный трек? Ну, сам региональный трек, он, ну, в дистанционном формате уже стартовал с 1 декабря, значит, дистанционный этап он проходил у нас на платформе «Сириус онлайн», так как этот конкурс, он проводится под патронатом, да, как бы, да, учредителем является фонд «Талант и успех». И сейчас, вот в эти сроки с 9 по 14 марта у нас проходит финал уже регионального трека. То есть после 14 числа уже можно определить и узнать имена победителей. Да, победителей и призеров, которые уже смогут, как Коля, да, вот, да, пройдя отбор среди экспертов фонда «Талант и успех», уже принять участие в профильной смене в образовательной центре «Сириус». Ага, Александра Васильевна, скажите, а с какими сложностями вы столкнулись вот нынче при региональном треке, да, в этом конкурсе, все-таки вот пандемия, да, несла свои коррективы? Да, конечно. У нас были очень такие планы, да, по тому, как, скажем, готовить детей на этот конкурс целенаправленный, да, проводить проектные школы на базе нашей Малой Академии наук, научных лабораториях, СВФУ, технопарка и так далее, да. Достаточно интересные проекты мы с наставниками, тьютерами, да, продумали, но из-за того, что, вот, видите, как в лаборатории у нас не было доступа для детей, да, получилось так, что не все те проекты, которые мы задумали, ну, получились реализовать до результата. Дети только вот дистанционную часть прошли до теоретической такой подготовки, но, к сожалению, вот не удалось, ну, очень хорошая работа, да, остались за бортом этого конкурса. Очень жаль, действительно. Да, конечно. А вообще, каким образом дети попали в этот финальный этап регионального трека? Как вот происходил отбор? Ну, вот, как я говорила, на платформе «Сириус онлайн» наши эксперты в этой среде, они проводили оценку работ, загруженных, да, уже в эту систему, по критериям, которые разработали, значит, эксперты фонда «Талант и успех», наши эксперты, получается, да, и они из порядка 175 работ отобрали на финал 83 работы, которые вот мы уже будем слушать 13 марта. Николай, вопрос вам. Вот вы стали участником профильной смены образовательного центра «Сириус» благодаря успешному участию именно в региональном треке, который проходил здесь, в Якутске, и в итоге продолжили участие в Сочи. Скажите, с каким проектом вы одержали победу и отправились в Сочи? Ну, я работал с проектом «Влияние метамона-101-102» на свойства и структуру политетрафторэтилена по треку «Новые технологии». Ну, если говорить кратко, то мы… По-простому. Если говорить по-простому, то мы улучшали всем привычный тефлон, который, казалось бы, можно встретить… Тефлон? Да, который можно, казалось бы, встретить только на сковородках, но на самом деле это очень хороший материал для создания каких-нибудь деталей трения в двигателях. И особенно в наших условиях Арктики, где двигатели, можно сказать, там плюс 300, а на улице минус 70. Это очень важная для нас тема. И по результатам был получен новый композит, который по своим механическим свойствам был лучше оригинального тефлона, наверное, 93 раза. И с этой работой я стал призером в республиканском этапе отбора в «Сириус». И отправились в Сочи? Да. А как долго, как много времени заняла работа над этим проектом? И с кем вы работали? Я работал под руководительством Абакунова Елены Николаевны, за что я ей благодарен, за помощь. И сказать сложно, сколько это было, потому что обзор литературы много брал времени. Ну и, конечно же, экспериментальная часть, ну где-то месяца два-три, где-то так. Ну обычно, Александр Васильевн, такие ребята занимаются своими проектами. Это вот нормальное, стандартное время работы над каким-то проектом. Я так думаю. Ладно, продолжим. Да, не можете мне отвечать на этот вопрос. Ну, каждый проект, он специфичен. Индивидуален. Да, индивидуален. Какой-то может быть краткосрочный. Да, краткосрочный, а какие-то вот длительного. Ну, предположим, там, если изучают регенерацию, да, например, у животных, предположим, то там надо наблюдать, течение длительного периода и так далее. То есть разные варианты могут быть. Ну, замечательная работа, Николай. А скажите, вот какие моменты во время участия в Сочи вам запомнились больше всего? Ну, наверное, самые житейские, можно сказать. Мне запомнилось то, что там была вода абсолютно на каждом шагу. То есть, казалось бы, мелочь, но все равно приятно, что они думают о водном балансе. Ну, а так, если говорить по-серьезному, мне, наверное, запомнились поездки в саму лабораторию. То есть сама жизнь такая. И, в принципе, мне кажется, это хороший опыт, потому что не каждый день. Ну, в Сочи тогда собралось очень много ребят со всей России, да, если я не ошибаюсь? Да, 29 регионов. А с какими проектами они приехали? Какие вот вам запомнились? Вы взяли себе, может быть, на вооружение? Ну, тут они проекты там уже... Не обсуждали. ...другие проекты решают. Там уже другие проекты. Коля, может быть, о том проекте скажет, какие проекты достигают? Да, образовательный центр дал нам возможность реализовать, ну, поставленные ими задачи. И я выбрал проект наноструктуризация и изучение полученных свойств сплавов титана медицинского применения. И, ну, эта тема была близка для меня. Это новые материалы, это модификация поверхности. Так что мне казалось, это будет для меня интересно. А так, там были еще другие темы по треку, новые материалы. И они были, большинство из них смежные. Это наполовину физика, химия, может быть, химия, биология. Очень интересный был проект по получению чистого водорода. Чистого, ну, не в процентном содержании, а экологически чистого. То есть без загрязнений окружающей среды. Ну, скажите, Николай, откуда, вот вы сейчас в 11 классе учитесь, да? Откуда, когда и почему у вас возник такой интерес к науке? Ну, я учился... До 10 класса я учился в городской классической гимназии. И моя первая работа была не техническая, а совсем далекая от материала ведения. Это была история, это была археологическая работа под руководством Елены Николаевны Соколовой. И, наверное, тогда ко мне был привит... То есть Елена Николаевна вам привила любовь к науке? Да, интерес. Интерес, да. Александра Васильевна, скажите, вот конкурс нынче проводится уже в четвертый раз, да? А как наши ребята выступили вот на предыдущих конкурсах? Ну, значит, первый раз у нас команда состояла из 14 школьников, да? Достаточно тоже успешно участвовали. Это был 18-й год. В 19-м году уже поехало 9 школьников, да? Все они стали победителями этой проектной смены. Большинство получили дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы России, да? Ну, вот, например, Коля не сказал, что он в МИСИС уже получил 10 баллов для поступления, да? Вот такой значимый для наших выпускников, в принципе, конкурс получается. И сейчас многие, ну, часть наших участников прошлых лет, да? Ну, например, вот Петров, Андрей, они вместе с компанией «Спутникс» и сейчас занимаются конструированием малых спутников и запуском в космос. То есть, получается, те инновационные компании, которые работали с детьми, да, в самом Сириусе, они и дальше с ними, ну, такое вот постпрограммное сопровождение у них проводится. Поэтому конкурс значим для каждого ребенка для того, чтобы они, ну, может быть, даже познакомились с будущими своими работодателями, да? Они взяли их на заметку в Сириусе. Для студентов тоже, да, проводится очень много программ для того, чтобы такая вот связка была, да? Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наш эфир. На календаре сегодня 5 марта, пятница, конец недели, а значит, пора подумать о том, как занять себя в эти выходные. Тем более, нас ожидают целых три выходных дня. Возможно, кто-то из вас отправится покорять лыжные трассы или в большой пеший поход. Другие посмотрят интересное кино в кинотеатре, третий займутся домашними делами, которые долго откладывали. Ну, а кто-то захочет культурно отдохнуть. И о последнем нам расскажет Евдокия Винокурова, директор Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Доброе утро, Евдокия Петровна! Доброе утро, Ларина и уважаемые слушатели и телезрители! Евдокия Петровна, скажите, вот как можно культурно провести досуг в вашем центре? У нас достаточно разнообразные досуг, мы предлагаем. Это и кинопоказы, и концерты. Допустим, вчера у нас прошел концерт Государственной филармонии, посвященный начинающейся весне. Был замечательный концерт, и там было много такой просветительской информации для начинающих любителей музыки. А в эти выходные, вот завтра, у нас будет творческий концерт известного исполнителя Анатолия Горохова и Айгелана. 8 марта у нас будет творческая выставка-встреча с Августиной Николаевной Филиповой, всем известным модельером. И вечером нас ожидает праздничная программа НВК Саха, где будут подвинены итоги премии «Юрдель». Ну, ждем, не дождемся. Скажите, пожалуйста, а сколько зрителей вмещает ваш зрительский зал? Вообще, общая наша вместительность – это 482 места. Но сегодня в связи с ограничительными мерами 50% зала, и это, соответственно, составляет 241 место. То есть, получается, рассадка идет в шахматном порядке, через место, через два, вот так вот. Да, да. У нас уже вот нашим партнерам, компания «Тезерус», они уже автоматически ставятся эти места. И хочу отметить, что наш зал очень удобный для зрителей, уютный. И вот спустя уже больше полугода, да, как мы открылись для зрителей, отмечают, что он уютный. И зрители уже проторили к нам дорожку, вот как мы вчера вот с Теярой Игоревной Пестряковой обсуждали, проторили дорожку и с удовольствием стали приходить к нам. Ну вот вы говорите, зал на 400 мест, это достаточно большой зал. А вообще какое большое, огромное буквально здание, да, вот какова площадь здания нового центра культуры? Общая площадь здания около 5500 квадратных метров. Но большую площадь, да, занимают просторные, красивые холлы. Да, это вот то, что вот наша, можно сказать, изюминка. И мы стараемся не испортить это и не заставлять какими-то вот такими вот вещами, которые этот стиль могут нарушить. Ну, к сожалению, у нас не так много учебных классов, поскольку мы же еще ведем и кружки, да, у нас есть и клубное формирование. Но мы стараемся использовать всю площадь максимально, буквально каждый сантиметр. Сейчас как раз на экранах телезрители могут видеть фотографии этого нового красивого здания Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Ильдакий Петров, давайте напомним нашим радиослушателям и телезрителям, вот когда состоялось открытие, когда вы торжественно разрезали красную ленточку и въехали в новое здание. Наше открытие состоялось в очень знаменательный день, день города Якутска. Это было 13 сентября в прошлом году. К сожалению, из-за пандемии было очень ограниченное количество зрителей. Это буквально было 50 человек. Но мы сегодня в наших программах стараемся повторять те элементы, а именно цветовое шоу, которое было показано нашими сотрудниками. И поэтому мы думаем, что вот когда у нас будет годовщина снова города Якутска, то зрители уже, наши якутяне, смогут в полной мере насладиться возможностями нашей сцены, нашего зала. Ну, ждем, не дождемся этого. Скажите, а как много сотрудников в вашем центре? Расскажите вот о них. Так, у нас 26 сотрудников основного персонала. Это руководители кружков, клубных объединений, звукорежиссер, светорежиссер и так далее. У нас молодой коллектив, все очень способные, творческие люди. И меня вот очень радует, что мы очень сплоченно относимся к воплощению наших проектов. У нас вот нет такого, что это не входит в мои должностные обязанности, или там у меня рабочий день закончился. У нас вообще вот такого нет. Все очень дружно помогают друг другу. А кто ваши подопечные? Это, наверное, жители, да? В основном это жители Гагаринского округа, да. Это дети. К нам ходит довольно-таки много дошкольников. Ну, такие прямо совсем маленькие детишки, да, такие очень смешные, трогательные. Но также ходят и взрослые. И также вот у нас сейчас вот недавно стали ходить люди пенсионного возраста. Об этом я вас отдельно спрошу. Скажите, а вот есть ли у вас условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья? Какие занятия вы проводите для них? Так, ну, начну с того, что вход в наш центр оборудован специальным пандусом. Да, есть отдельная для этого у нас даже вот дверь. У нас имеются лифты. И поэтому вот зрители, которые ограничены при движениях, они могут спокойно прийти, приехать на наш концерт, посмотреть, да, или в кино. Но на нас вышло несколько общественных организаций, которые специализированно занимаются помощью таким детям. Вот, например, общественная организация «Шаг в мир звуков». Да, вот это как дети, которые с холиарными имплантами. Значит, они вот занимаются с ними постановками, такими театрализованными, да, в том числе и хореография, и музыка. Инклюзивный ансамбль «Северные звездочки». Инклюзивный, то есть это заключается в том, что дети вот с ограниченными возможностями, они проводятся в местные занятия с нормальными здоровыми детьми, да. Кроме того, вот инклюзивный театр «Алгыз», где руководитель Лена Иванова-Грим, да, она очень известная, в общем-то, у нас в республике, да, в творческих кругах. Это вот боготворительный фонд «Кулатис», да, они также занимаются вот театральной студией. Скажите, пожалуйста, а вот какие кружки пользуются наиболее, большей популярностью вот в вашем центре? У нас в первую очередь самый популярный кружок – это по изобразительному искусству. Пришлось даже запись вот закрывать. Также театральный кружок, вокальная студия. Кроме того, мы вот недавно открыли фото-видеокружки, также видеомонтажа, но там вот пока запись не до конца еще заполнена. То есть есть места? Да, еще есть места, да. И у нас есть хорографические ансамбли. Мы недавно приобрели и установили фотостудию. У нас очень хороший молодой специалист Андрей Черкашин. Он у нас лауреат конкурса социального фильма, социального кино. Очень творческий человек, у него много задумок. И мы вообще хотели бы в ближайшем будущем начать снимать такой молодежный телесериал. Ну вот сейчас разные форматы есть. Это мобильный, инстаграм-форматы и так далее. А Евдокия Петровна, а к вам могут ребята подъезжать заниматься? Только вот жители Гагаринского округа или из города, из других округов тоже могут? Мы не спрашиваем прописку. Любой человек, ребенок, подросток, даже пенсионер, они могут к нам обращаться. И у нас есть запись через интернет-сайт. Ну и вся информация также имеется на нашем аккаунте, инстаграм-аккаунте. Вы уже упомянули, я хотела задать вопрос отдельно, но вы уже упомянули занятия для людей старшего возраста. Вот расскажите об этом. В частности, я знаю, что в конце февраля был открыт Центр Серебряного волонтерства «Молодой душой». Об этом я говорю, да? Как раз вы имели в виду это. Расскажите, пожалуйста, об этом центре. Да, дело в том, что мы в прошлом году выиграли Всероссийский грант, это был очень большой конкурс, на открытие регионального центра «Молодой душой». Этот конкурс проводила Ассоциация волонтерских центров России и Благотворительный фонд «Память поколений». Значит, вот мы, к сожалению, открыли позже планируемого, на самом деле это у нас должно было состояться в ноябре месяце. Но вот открытие, тем не менее, состоялось. Там у нас имеются девять образовательных направлений, кружков, названия такие говорящие. «Ретро-дэнс», например, «Серебряная игла», «Айти-школа», у нас есть там небольшая, да, чтобы помочь нашим пожилым людям в работе на компьютере, получить основы, да, вот работы в программах. Также у нас есть кружок видеомонтажа для них, ну и другие. На самом деле задача «Серебряного волонтерства» в том, чтобы люди от 55 лет, они смогли самореализоваться, найти в себе другие возможности развития, поскольку жизнь-то продолжается, продолжительность жизни увеличивается. Да, да, и много пользы они могут принести обществу на самом деле, да, тем более, что это люди уже состоявшимся жизненным опытом, профессиональным, да, опытом, у них твердые уже есть принципы, да, ценности. И вот их опыт очень важен и для работы вот с подрастающим поколением, да, вот это и патриотическое воспитание, да, но это также и социальная помощь, и помощь проведения в организации крупных мероприятий в том числе. А как много уже желающих вот заниматься в центре вот вашем? «Серебряные волонтеры»? Да, имеется в виду «Серебряные волонтеры». Ну, на самом деле, конечно, вот наши люди старшего поколения, они вообще активны от природы сами по себе и были еще и до открытия нашего центра, да, и поэтому, когда мы готовились к открытию, значит, мы собирали материалы для выставки, к нам поступили фотографии по вот их деятельности с разных районов республики, с очень многих районов республики, да, и мы еще раз убедились в том, что наши люди старшего поколения очень активные, очень энергичные. Но дело в том, что сегодня у нас идет такая всеобщая цифровизация, поэтому вот «Серебряные волонтеры», они вот уже получают этот статус, когда зарегистрированы на федеральном портале добро.ру. М-м-м. Люди, да, это такой вот, это и возможность путешествия, и расширить круг знакомств, то вот тогда отбирают тех, у кого вот больше баллов, у кого больше активности, именно через этот портал. Так что имеет смысл, да, быть там зарегистрированы. Огромное спасибо за интересную беседу, Евдокия Петровна. Я надеюсь, что после этого разговора у вас появится еще больше подопечных, больше желающих заниматься в вашем центре. Спасибо, Ларина, за приглашение. Поздравляем всех с приближающимся праздником 8 марта. И вас с наступающим праздником. А я напоминаю, что мы беседовали с директором Центра культуры и современного искусства имени Гагарина Евдокия Винокурова. Сейчас мы прерываемся на короткую паузу. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Якутск сегодня». Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону и задавайте свои вопросы. Телефон в студии 32006-6-321166. А также вы можете задавать вопросы по WhatsApp 8-964-428-8818. А сейчас я спешу представить вам моих прекрасных гостей. Это Лидия Аргунова, врач по спортивной медицине, сборной команды Якутии, отличник здравоохранения Российской Федерации, мастер спорта по лыжным гонкам, бронзовый призер первенства России в эстафетном беге, многократная чемпионка Якутии, неоднократный призер университета Сибири, Дальнего Востока и Урала. А также в студии у нас дочь Лидии Егоровны, это Евгения Семенова, врач-анестезиолог, реаниматолог перинатального научного центра, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, десятикратная чемпионка Якутии. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, ну как я уже сказала, да, как упомянула вашу должность, наши радио и телезрители поняли, что вы не просто спортсменки, но и врачи, собственно. Да, скажите, пожалуйста, вот как давно и почему спорт вошел в вашу жизнь? Я спортом занимаюсь с 15 лет, но стала на лыжи где-то с 3 лет, наверное. Папа мне купил тогда лыжи такие деревянные. С тех пор я очень люблю лыжный спорт. И потом до 30 лет занималась, и у меня был большой перерыв, потому что работала врачом в УЛОСе и в реанимации детской горской клинической инфекционной больницы. А потом, в 2014 году Екатерина Николаевна, Екатерина Семеновна Никитина организовала лыжный для ветеранов Союз, ЧСХ. И с тех пор я возвратилась на лыжный спорт заново. И очень благодарна Екатерине Семеновне. А какова ваша коронная дистанция? Моя коронная дистанция – это 5, 10 и 20 километров. А Евгения у вас? У меня 3,5 километров. Моя длинная дистанция пока не мигла. Ну, получается, что ваша мама вам привила любовь к лыжному спорту. Вот вы помните, во сколько лет встали на лыжи? Я впервые встала в 3 года, когда мама привезла с очередных соревнований лыжи такие короткие, пластмассовые. Ну, это впервые встала, а начала заниматься где-то с 12 лет. Более серьезно уже, да? Там у нас постоянно дома тоже были лыжи, такие цветные, пластмассовые, пластиковые. В то время тоже были деревянные лыжи. Я всегда хотела кататься на этих лыжах. Я помню свои первые лыжи, они были деревянные, называли «малышок». Лидия Егоровна, скажите, мы знаем, что вы недавно вернулись с соревнований по лыжным гонкам. Расскажите, где они проходили и с каким результатом вы вернулись домой? Ну, в столице Башкортостана, в Уфе, проходили эти соревнования. Там участвовало 315 человек. Я заняла там седьмое место. И очень хорошо выступили Василиса Слевцова. Она заняла на своей дистанции третье место. Это наши, да? Это наши Василиса Слевцова, да. И Хаптаб Низамудинов, кому за 80 лет, он там занял тоже третье место. То получается, что этот забег был специально для людей старшего возраста. Я правильно понимаю, да? Для людей старшего возраста. Ветеранами считается от 35 лет. И наша вот эта дружная команда из Якутии, да, в составе 11 человек под руководством Екатерины Семеновой и Никитиной, заняла из 32 команд 10-е почетное место. И вообще наши вот лыжники выступают по ветеранам с 2014 года и постоянно входят в десятку. Даже занимали седьмое место, второе место. Регионов очень много, там 32 региона было. Получается, почти со всей России подъехали, да. А вообще, как часто вы принимаете участие в подобных соревнованиях? Один раз в год все российские соревнования. Ну, я обычно через год выступаю, потому что работа сложная, не всегда отпускают, не всегда получается. И в этом году очень хорошо получилось. Я благодарю своему директору Центра спортивной подготовки Леониду Николаевичу Спиридонову, главному врачу доктора медицинских наук Махаровой Наталье Владимировне. Большую благодарность своей выражаю, да. И, конечно, заведующей моей незаменимой Кузьминой Наталье Григорьевне. Они меня очень поддерживают. Евгения, а вы как часто, и когда вы в последний раз принимали участие в лыжных гонках? Ну, у меня не так получается заниматься спорт лыжами. У меня тоже сменная работа, ночные дежурства, поэтому... Ну, стараюсь для здоровья, для своего общего здоровья занимаюсь, стараюсь заниматься. Раскройте секрет. Вот как вам удается все успевать? И врачебная деятельность, и спорт. Вот как вы все успеваете? Потому что надо любить и свою работу, и, конечно, лыжный спорт. Когда человек любит, любовь – это дивизия, я считаю, да. Человек везде успевает, и, конечно, надо быть очень высокоорганизованной, я считаю. Режим, дисциплина, питание. Но за вашими плечами на сегодняшний день достаточно много соревнований, да. А какое состязание вам запомнилось больше всего? Больше всего мне запомнилось состязание в Иркутске, когда мы поехали, у нас Дмитрий Николаевич Платонов, очень такой хороший тренер, был в нашей команды, сборной команды, ну, ЯГУ, Якутского государственного университета, да. И мы поехали в Иркутск на университет Сибири, Дальнего Востока и Урала, и там ехали на автобусе, и вдруг посмотрели, стоит очень такая хорошая, красивая церковь. Я подружке Насте говорю, Анастасии Михайловой, давайте зайдем в церковь. И мы вдвоем прямо выпрыгнули с автобуса и туда зашли, зажгли свечку, просили, чтобы с нашими родственниками все было хорошо, чтобы в нашей команде все было хорошо, и чтобы мы заняли призовые места. И как ни странно, на этом соревновании очень ответственное. Мы заняли очень хорошие места, я лично выигрывала 4 медали, Настя там 2 или 3 медали выиграла, в общем, очень удачно выступили. И с тех пор у меня вот помощь Бога, я почувствовала, с тех пор я всегда с Богом хожу, и вот Алгастаренко Мискелерна вот эту книжку хочу подарить вашей студии. Ой, спасибо огромное, мы с удовольствием принимаем этот подарок. Скажите, пожалуйста, а вот вообще, кто может заниматься лыжным спортом? Есть ли у него у этого вида спорта противопоказания? Лыжным спортом по лечебной физкультуре, да, везде ставят лыжный спорт как рекомендацию от всех недугов, от всех болезней, да. Поэтому противопоказаний чисто практически к этому виду спорта, я бы сказала, нет. Даже люди с бронхиальной астмой могут заниматься, если хорошо одеваться, сейчас очень хорошо, ну, хорошая одежда, эпикировка, да. И маску одели, все одели, это можно прямо мастер-класс проводить, да. И можно заниматься этим спортом всем. То есть независимо от возраста, да? Да. На соревнованиях в Уфе, да, были такие маститые мастера. Например, была 17-кратная чемпионка мира Тамара Семеновна Григорьева, 25-кратная чемпионка России. И она очень такая живчика, ей 82 годика, да, и никак не скажешь, что она бабушка. Вот она вот действительно леди, женщина. И благодаря тоже лыжному спорту она так себя хорошо чувствовала. Там были даже 86-летние. В нашей команде, например, Катам Низабунтинов, ему далеко за 80. И очень хорошо себя чувствует. А вот если, допустим, наш радиослушатель или телезритель, да, ну, тоже захочет заниматься лыжным спортом, слышу вот наш разговор, да, когда-то, да, он занимался в школе, в студенчестве, потом вот в связи с загруженностью на работе, семья и так далее, да, прошло бы достаточно большое время, когда он не занимался, да, лыжным спортом. А сейчас вот хочет. Ему уже за 50, за 60. Вот с чего начинать? Вот для этого есть наш клуб, лыжный, Всероссийский лыжный союз. Есть такой союз, да. И клуб Часхан очень хорошо работает. Там больше 50 человек участников. И можно записать, участвовать на соревнованиях. Если даже не участвовать на соревнованиях, можно просто мастер-классы можем провести, да, показать, что как одеваться, как ходить на лыжах. Лыжный спорт очень хорошо влияет на мозжечок, именно на, как сказать, как стабилоплатформа считается самая такая физиологичная, самая надёжная. Поэтому развивается головной мозг всесторонне. Это самый физиологичный вид спорта, где дыхательная система, сердечно-сосудистая система, головной мозг, все равномерно хорошо работают. И лыжный спорт, заниматься лыжным спортом, это как бы гарантия от всех, ну, особенно от болезней Альцгеймера, говорят. Потому что там очень много кислорода. Мы, кстати говоря, да, перенесли с дочкой вместе. Я в сентябре, дочка в октябре. Ковид. И вот реабилитация именно с помощью лыжного спорта, это очень хорошая реабилитация получили, катаясь на лыжах. Так чувствовалась нехватка кислорода, всё равно чувствовала после коронавирусной инфекции. Я прямо встала, дышать там было вообще не сложно. Сложно, да? Сложно, но потом стабилизировалась. Всё равно всё в свои места уже стало. Вот вы много раз говорили про экипировку, да, вот как правильно одеваться. Вот, Евгения, как правильно нужно одеваться, когда вот катаешься на лыжах? Ну, по погоде нужно одеваться, конечно, во-первых. Во-вторых, нужно термобельё сейчас есть, разные фирмы. Очень хороший материал, нужно подобрать. Многослойность, да, ещё такая вот я слышала? Да, многослойность. А нужно ли надевать балаклаву или маску для дыхания? Или это не нужно делать? Желательно надевать маску, конечно, воздух всё равно холодный. До 30 градусов можно кататься. С маской, конечно, легче будет. А с какого периода вы уже встаете на лыжи и катаетесь в окрестностях города? С октября, вот с первого снега и по какому числу? Да, первый снег обычно выпадает 1 октября. Но я обычно катаюсь, бывает, да, и когда очень много снега выпадает, я выхожу прямо 1 октября. Но обычно я катаюсь где-то с 10 октября, октябрь, ноябрь до 15 декабря уж точно катаюсь. А потом с 15 декабря по январь отдыхаю. И всё время у меня есть такая вот эта, да, как бы традиция выходить 6 февраля на лыжи. А поэтому можно у нас долго кататься. И на Чачармуране иногда снег лежит до 29 апреля. Бывает такое, да. А где вы катаетесь? Я катаюсь на Чачармуране, там, где база Арбугаевых, да. Там очень много лыжной дороги, просто дороги протоптанные. И по протоптанной дороге очень хорошо катаешься. И на Белом, на озере Сосары. Что ж, огромное спасибо вам за интересную и занимательную беседу. Я вас поздравляю с наступающим 8 марта. Желаю вам удачи, отличного настроения и всего хорошего вам, дорогие друзья. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ларина Сукуева за режиссёрским пультами Катерина Голикова и Мария Новгородова. И пользуясь случаем всех женщин, поздравляю с 8 марта. Субтитры сделал DimaTorzok